Сотрудники отдела безопасности первыми встречают при входе в 23-е исправительное учреждение. На 12-часовое дежурство готово заступить следующая смена. И даже работники надзора сами регулярно проходят проверки. Левая шеренга, ру, гон! На свои места с шагом, марш! В ЛИУ-23 содержатся заключённые с алкой и наркозависимостью. Здесь разрешены встречи, долгие свидания, регулярные посылки для осуждённых. Под надзором мужчины работают по нескольким специальностям. Но основа тут швейное дело. Каждая комната и коридор под взором недремлющего ока. Елена Колосок ближайшие 12 часов за пультом оператора. Первая даёт тревогу и докладывает обстановку в секторах. Конечно, нужно внимание постоянно вести, постоянно вести видеонаблюдение. Ну, домой, конечно, приходишь, немножко устаёшь. Ну, вот так. Очень нравится работа. В этой комнате с понедельника по четверг проверяют десятки килограммов коробок и пакетов. И для работы у инспекторов широкий арсенал и смекалка. Так как последние годы родные и друзья проявляют особенную находчивость в упаковке запрещёнки. Проверяются всё. Проверяются продукты питания, проверяются вещи, проверяются шампуни, мыло протыкаются. Всё, абсолютно всё, где можно. Ну, вообще, все швы на одежде, всё, чтобы не могли пронести запрещённые предметы. Зелень режем, рыбу. Ну, рыбу мы принимаем только в холодный период времени с октября по апрель. И тут только рыбу холодного копчения. В вакуумной упаковке всё в заводской упаковке со сроками, чтобы всё соответствовало. Так лимоны могут быть пропитаны алкоголем, а в луке вполне можно обнаружить сотовый телефон. И всё это проверяется и вовремя пресекается людьми в погонах. В целом в лечебно-исправительном учреждении номер 23 содержится 361 человек. И они под круглосуточным вниманием – 78 сотрудников отдела безопасности. В подразделениях безопасности Приморского края работает около 800 сотрудников. Ежедневный тяжёлый труд, бдительность должна быть на должном уровне, соответственно, ну и выполнение режимных мероприятий. Хотелось бы в преддверии 30-летнего юбилея образования отдела безопасности поздравить сотрудников отдела режима и надзора с профессиональным их праздником. По всему Приморью на подобных объектах используют новейшие методы и формы работы. Учреждения отбывания наказания оснащены камерами, их более 3,5 тысяч на край, 800 переносных видеорегистраторов и 350 радиостанций. И даже в свой профессиональный праздник 15 декабря сотрудники подразделений безопасности уголовно-исполнительной системы обязаны быть на своих постах. Наталья Зайцева, Алексей Максимов, Телемикс.